Я пока осваиваюсь, вот, ребята, в вашем коллективе, поскольку я только пришел, но я уже понял две вещи. Значит, лысый москвич и отец, а бородатый лечится. Добрый вечер, друзья! Это подкаст «Отвратительные мужики» на дисгас.смн.ком. 157-й выпуск здесь, в этой студии, «Артаваст Мурадян». Всем привет! Наш традиционный гость Сергей Стилавин. Традиционный? Ну, у нас все гости традиционные, хотя ты под вопросом, судя по тому, что ты сказал минуту назад. Меня зовут Петр Сальников, сегодня обсуждаем работу на радио, не работу, антиработу, отдых, здоровый образ жизни. Поликлиники. Обучение. Мне обещали тему самоцензуры. Самоцензуры. Можем прямо с нее и начать. И цензуры. Во-первых, я хочу выразить неимоверного объема респекты, потому что, как я писал в Телеграме, я еще помню прекрасно времена, когда ранним утром я собираюсь в школу под ваш неистую совершенно хохот. То есть, выросло вот вы. Выросло, да, вот это. И нам неоднократно говорили, что, чуваки, ну это же вот, безусловно, ну мы не как бы не воровали напрямую, вот, но влияние, конечно же, было оказано. И, в первую очередь, открытием было то, что так, оказывается, можно. Потому что до вас радиопередачи утренние, ну это было что-то такое. Лучшее, что я помню, это шутки Николая Фоменко на тему «Даром только за амбаром. Рекламная служба русского радио. 913-9963». Вот это было гениально. Я в свое оправдание могу сказать, что мы с Гиндосом никогда не ставили целью шутить шутки. Вот вчера, вчера мой соведущий американец прогулял работу в очередной раз и прислал смс-ку, что он не выспался, чувствует себя хреново и поэтому не может шутить. Вот, но я, честно говоря, никогда не видел, чтобы он шутил. И не слышал, и я сам никогда этим не занимался. Я всегда считал, что радио, в нашем исполнении с Геной, это просто посиделки близких людей, которые не собрались шутить. Дело в том, что я об этом, честно говоря, в эфире много лет. Я считаю, что КВНщики совершили две кражи. Первое – это деньги из бюджета на их образование, которое оказалось никчемным. То есть, все эти юристы, значит, массажисты там, кто из них, кто, значит, дипломаты, нет, дипломатов вроде немного, но вот это вся братья. Физики, химики, экономисты, да. Они все выучены на государственные деньги и все эти миллионы похерены. По диплому. И второе – они украли у нас анекдоты. Потому что в моем детстве анекдот, и в юности еще, анекдот – это была шутка без авторских прав, без имени того человека, кто это придумал. Она была народная, она передавалась из уст в уста, и это было круто. А КВНщики ввели авторское право на юмор. И правило такое, что семь дней в неделю, блин, надо шутить. Я ненавижу, когда люди шутят, потому что надо шутить. Это дерьмо. Просто дерьмо. Особенно, когда, например, смеяться не над чем. А надо. Это самая ужасная ситуация. Вот мы с Геной всегда, к сожалению, на наш эфир, там на максимуме, выпало очень много траурных дней. Потому что с 2000-х годов это теракты. Там, ну, наверное, каждые три месяца что-то происходило, может быть, даже чаще. Но нам не составляло труда, именно как профессионалам. И это не было контрастом по сравнению с обычными эфирами. Становиться серьезными, выражать соболезнования и говорить с людьми серьезно. Чем я и сейчас занимаюсь. То есть, не было какого-то, знаете, нестыковки. Потому что мы были просто нормальными людьми, которые нормально реагируют на вещи. Есть смешные вещи, на них ты реагируешь так. Не смешные по-другому. А КВНщики просто исчадие ада. Анекдоты, к сожалению, вообще исчезли практически. Вот я скорблю по ним. Современные поколения молодых людей не очень понимают. Потому что КВНщики ссут действительно острые политические, например, темы поднимать. Потому что тогда им, так сказать, обломится гастрольный тур. Тогда им придется уезжать из страны. Ну, а куда? Кто их там ждет, Господи? Кому они там нужны с русским-то юмором? А, соответственно, анекдоты, они были всегда острыми и всегда честными. Хороший анекдот, тот, который честный. Даже вот грязный, но честный. Понимаешь, да? А сейчас все как-то прилизано. Вот это все приличненько. Не обидеть боковую. Да-да-да. Политкорректненько. Это отвратительно. Согласен полностью. Но здесь же еще и интернет. Про цензуру, да? Про цензуру, да? Мне кажется, не только КВНщики. Мне кажется, интернет виноват. Я столкнулся с цензурой. Сейчас скажу. В 1998 году в первый раз. Хотя некоторым, может быть, кажется, особенно тем, кто впаривает тему про святые 90-е. Что, мол, типа, это было такое разгулье, свобода и так далее. Я столкнулся с коммерческой цензурой. Это самая сильная зараза, которая есть на самом деле. И до сих пор я это чувствую. Я вот буквально вчера посрался с Мерседесом. Потому что им, видите ли, не понравилось, как мы отзываемся об их автомобиле. И я теперь знаю, что те, которые обзорщики будут продолжать ездить на Мерсах, значит, они просто на карачках. Коммерческая цензура, это когда рекламу у вас снимают. Нет, дело не в этом. Мы никогда не берем с Рустом денег за тесты автомобилей. То есть, мы оставляем себе свободу говорить правду. Они считают, автопроизводители, в частности Мерс, они почему-то считают, что если они дают человеку на 7 дней покататься на своей тачке, да еще и на Мерседесе, то это вообще безупречная машина, к которой нельзя говорить ничего такого честного и даже юмора, юморного. А надо как бы вот ее облизывать, с восторгом прыгать вокруг нее и говорить, что это охрененная тачка. А я считаю, что это ни хрена не так. А какая тачка охрененная? Да нет, ну есть охрененные тачки, но в любом случае какая-то срань, когда человека в виде автообзорщика или автожурналиста считают обязанным, обязанным говорить только комплементарно. Еще при этом и никаких денег-то никто не дает, да? И рекламу никто не размещает. То есть я понимаю, например, автожурналы. В автожурналах я узнал слово, которое, в общем-то, в принципе, никогда не использовал. Дело в том, что вот эти бумажные еще версии, которые существуют за счет рекламы, они, соответственно, в адском положении рабов находятся, потому что они не могут написать действительно о всех недостатках. Да, так вот я, значит, читаю обзор какого-то автомобиля уродливого, уродливого, а через две полосы там идет его реклама. А здесь, значит, обзор. И там написано, у него самобытная внешность. Понимаешь, самобытная. То есть я бы у себя в передаче сказал просто, он уродлив, этот автомобиль, а эти пишут самобытный. Понимаешь, и вот люди выкручиваются как только могут, чтобы и бабки собрать, и чтобы вроде как что-то написать, да, но публика-то она же видит. Она же не публика, не фраер. Да, это же самое удивительное. Это то, что ты недавно писал, что люди приходят и просят рекламу, да. Абсолютно. В нашей практике есть люди, которые говорят, мы хотим у вас сделать размещение где-то в подкасте или, может быть, статью какую-то про нас напишите. Но только давайте так, условия клиента не писать, что это реклама. Я говорю, а в чем смысл? Вы знаете, что это реклама. Мы знаем, что это реклама. И люди знают. Люди очевидно понимают, что это реклама. Потому что что это такое, ни с того, ни с сего мы пишем про какую-то самобытную внешность чью-то. Но при этом, типа, а почему? Почему вы решили, что надо не... Это что, стыдно, что ли, или что? Круто, наоборот. Рекламу от родительных мужиков, почетно. В один ряд встаешь с Тиньков, с Рокетбанком, с LG, со всеми красавчиками. Пиши, что это реклама, всегда. Вот, это для меня загадка. В итоге вы не натюрли. В итоге, мне кажется, что мы там как-то нашли какой-то компромисс. Но, естественно, будет сказано, что... Это реклама. Это реклама, да. Извините. Компромисс, но это будет реклама. Нет, а вот 98-й год, это была тоже анекдотичная ситуация. Тогда только-только начали... По-моему, 98-й, 99-й что-то такое, можно уточнить, неважно. Только-только начали появляться MP3-плееры. Ну, вообще, были же кассеты, они еще были в ходу у всех, появлялись компакт-диски, это для богатых. CD-плееры, да-да-да. И MP3 только-только вот новое пошло, еще даже не iPod. Подожди, еще была промежуточная эволюционная звено. И мини-диски, это все понятно. Нет, это срань, я имею в виду CD-MP3-плееры. У меня был такой толстый, синий Samsung. Ты имеешь в виду R-V, CD-R-V. Нет, я имею в виду... Записываемые. Не-не-не-не-не, вот ты покупаешь коллекцию Мерла Мэнсона, все альбомы в белой коробке. В одной. Домашняя коллекция, да, там все альбомы. Ну, там присоединяется. И ты вставляешь это в плеер. В плеер, в обычный, портативный, который с собой берет. Так вот, и, значит, они обратились, и надо, говорят, вот народ еще не понимает, что это такое за плеер. Надо людям объяснить преимущества. Потому, что все привыкли, что есть физический носитель, он крутится. Его надо беречь там как-то. Вот, ну, что-то вот механическое. А здесь ничего не происходит. Кнопку нажал, звук пошел, ничего не вертится, не жужжит, ничего не греется, да, даже. Ну, вот, и я, поскольку у нас это было на радио Модерн в Питере, я был начинающим, я еще делал журналистские программы, но уже мы с Геной делали утреннее шоу. И я нашел такой вот образ, как раз вот Гене повезло или не повезло, он в этот день куда-то уехал или заболел. Вот, я был один, а надо было гнать эту рекламу этого МП-3 плеера. Я такой собрал образ такой, что МП-3, объяснил я людям, это как вот надувная резиновая женщина. То есть, она лежит в маленькой коробочке, но когда тебе надо послушать, ты ее надуваешь или поговорить с ней. Вот, и она становится нормальной женщиной. И то же самое с МП-3. Вот музыка, вот эти все компакт-диски, они ужимаются до масштабов вот этой маленькой коробки. Я считал, что это очень хорошее объяснение принципа МП-3, который жмет. Вот, а через два часа меня вызвали к начальству и сказали, что меня вообще нахер уволят. Вот, потому что рекламу снимают, ты оскорбил товар. Все оскорбил, мне кажется. МП-3 оскорбил. Они требуют запись эфира. Правда, я не понял, если они слушают, как они могут требовать запись эфира. А потом оказалось следующее, что владелец конторы своего водителя послал за женой поехать по магазинам. И водитель вез ее по магазинам и включили радио Модерн. Они слышат там, что эта компания ассоциируется, ну, в глазах у женщины сразу с надувной. Может быть, ее давно не надували. Вот, не знаю. Ну, что-то у нее замкнуло. И она, короче, звонит и своему мужу, не сообщая никаких подробностей, говорит, эти придурки там, они тебя стоптали в нечистоту. В общем, надо снимать этот радио Модерн. Это просто фуфло. А этот вот Стилавин, это вообще мерзавец. И потом, значит, я с дрожащими руками записал эфир. Отправили владельцу конторы. Тот послушает, говорит, офигенно. Да, офигенно. Но я полдня проходил под гильотиной. Так бывает. Да. И понимаешь, и ты вот от рекламы, да, от расположения рекламодателя, естественно, зависит судьба и предприятий, и конкретных ведущих. И эта цензура очень сильная. Она катастрофическая, потому что, так сказать, с голодным пузом человек не может существовать, да, и вот такие дела обратно. Есть еще более худший, на самом деле, вариант, когда, ну, в современном особенном мире, когда сам-то рекламодатель, может, и не против, но у него есть, типа, 10 агентств, которые думают, что они знают, что. То есть это часто вот бывает. Это совсем запредельная вещь, потому что в России, на самом деле, убиты все крупные рекламные агентства. И поэтому, когда мы смотрим по телеку рекламу и думаем, блин, это что для идиотов или для придурков. Да, в смысле, они упоротые? Нет, они куплены все, которые были созданы когда-то в 90-е наши. Они сейчас всю рекламу снимают и смотрят, отсматривают именно иностранные конторы сквозь призму взгляда. Как мы, европейцы, думаем, что надо снимать для русских? И поэтому это все выглядит театрально, по-идиотски, какие-то там вот эти пердящие коты в рекламе, да, еще какая-то хрень полная. Русским это понравится. Да, и ты смотришь и думаешь, господи, ну вот для кого это снято? А вот для русских, которых себе представляют такими иностранцы. Вот для кого. Вот поэтому все это извращено. Ужасно. Но вообще это классическая ситуация, когда руководство компании нормально относится ко всяким шуткам и неоднозначным подходам к описанию продукта в рекламе, а менеджеры, которые по таблицам работают и не знают продукт в действительности. Это та же ситуация, например. У них рельсовая такая вот. Сейчас вот, слава богу, скоро настанет крындец музыкальному радиовещанию. Так. Делаю прогноз, потому что сегодня уже возможности интернет музыкальных служб, да, они, ну, превышают там на порядок возможности радио. И вся эта бодяга, что там на 95% заполняет эфир музлом всяким, это все умрет. А, значит, почему умрет? Потому что, вот, например, как у нас было на Радио Максимум, значит, музыкальный редактор боится брать на себя ответственность за то, выстрелит хит или нет. Ну, вот, приходит свежий диск там с хитами этого лейбла, вот, и он боится на себя взять ответственность, сказать, да, я вот, мне нравится вот эта песня, она понравится моей аудитории, она будет у нас крутиться. Вместо этого берется уже заготовка, которую, ну, где-то там в Америке назначили, что вот это интернешнл хитс, вот это крутите. Не с альбома берите, а вот берите вот в этом порядке, как мы с вами скажем. Безопасность сценария. Да, которые просто тупо воплощают чью-то волю. А есть начальники среднего звена, над которыми сидит бигбосс, а он должен принимать какое-то решение, а он боится. Вот это самая задница, которая вообще с человеком может происходить. Он боится. Вот страх принимать решение тормозит любое дело. Ну, на самом деле, это та же ситуация, что есть вот то, что мы обсуждали с рекламным агентством. Они просто боятся, так как они являются посредниками, они просто ссутся взять ответственность за что-то интересное. Есть примеры, когда они ссались. Например, пылесос сосу за копейки. Помните рекламу Чичваркина, да, или кто-то там, или Эльдорадо это придумал. Ну, или, я не помню. По-моему, это Эльдорадо был или что-то. Ну, неважно. В любом случае, это была смелая реклама, но мы понимаем, что для такой рекламы это все-таки нишевая реклама. Она не может висеть на перетяжках. Мы вот смеемся, да, там, над американцами, что они пуритане, да. То есть, у них вот, с одной стороны, есть Мадонна, у которой, значит, которая с мексиканцами может в, так сказать, членовозе, значит, совыкупляться, бухать, употреблять наркотики, целую ночь кататься по Манхэттену. А с другой стороны, значит, вот реднеки, да, американцы, которые очень консервативные. В церковь ходят. Да-да-да, ходят и все. Вот мы удивлялись, как это сочетается. То же самое у нас. У нас вроде все веселые, а вот за копейки сосать пылесос не может. Нет, допустимо. Никто не хочет, да. Причем, понимаешь, причем, понимаешь, прикол-то заключается в следующем. Чуваки, если кто не представляет устройство пылесоса, он действительно сосет. Вот. Просто люди, которые читают это слово, они почему-то, в первую очередь, думают не о пылесосе. Но, мне кажется, они... Да, это проблема на их стороне, как бы, а не на стороне пылесоса. Но, поскольку слово многозначное, то, как бы, вот в публичной сфере принято многозначные слова не употреблять. В принципе, чтобы было все четенько, все понятно. Все не обидно никому. Ну, просто еще есть смелая реклама, не связанная с, как сказать, трактовкой. Ну, то есть, можно же... Ну, то есть, вообще бояться всего. Не только каких-то сексуальных отсылок. Конечно. Но и в целом просто каких-то смелых, интересных решений. Потому что мы думаем, что клиент будет недоволен. Так ты не думай, ты спроси клиента. Но нет, они вот из себя создают дополнительный буфер. Слушайте, так, понимаете, на тему клиента, опять же, вот тоже пример из практики. Несколько лет назад у меня одна девочка, значит, она проходила в практику в одной из контор, которая изучала общественное мнение. И они решили вот там... А просто за тортик вот это. Ну, вот смотрите, они решили провести исследование, а какую же музыку в нашей стране любят интеллигенцы. Потому что интеллигенцы, это что? Это вот, как мы знаем, да, гнилая прослойка, которая, значит, соответственно, типа у них есть высшее образование. Они всегда недовольны, всегда в оппозиции, явно или неявно, фига в кармане. Чего они любят за... И интеллектуалы. С ними можно поговорить о Тарковском, вот сюда, Рублева Андрея проанализировать. Любимый фильм якобы всех интеллигентов и так далее, да? Ну, хорошо, что Андрей сегодня не смог приехать. Да-да-да. А они, значит, сгорел бы здесь. И вдруг выясняется, что любимая музыка интеллигенции, ну, по крайней мере, людей, которые причисляют себя, по опросу является шансон. Вот так вот. И они так сели в лужу, потому что, ну, как бы принято считать шансон музыкой блатных, дальнобойщиков, ментов. Ну, в общем, людей суровых, которые реально решают вопросы, да? У которых есть воля. А тут оказывается, что интеллигенция любит эту музыку. Ну, потому что в шансоне есть искренность. Там может быть примитивно, но искренне. Потому что, когда мы слушаем просто поп-музыку, да, мы видим, что это коммерческий дебилизм. Коммерческий дебилизм. А в шансоне там все по-честному. Там вот, если уж достал нож, бей. Вот. Это вот подкупает. Мне кажется, и интеллигенция, в принципе, к этой музыке. Так в итоге они были вынуждены там подкручивать, как бы, данные, чтобы это, как бы, не всплыло. Зачем? Мне кажется, это, наоборот, прекрасная почва для более глубокого исследования. То есть, возможно, для вот этих вот людей хилых, слабым духом, вот это вот все. Возможно, для них шансон, вот эта бандитская музыка, это такой способ сбежать из реальности, где они становятся лирическими героями песни группы Кровосток. Брат, я смотрю, у тебя реальность у тебя реальность. То есть, у них это как виртуальная реальность, они туда уходят, и там я крутой, типа. Я должен сказать, что когда я ехал в лифте с Лысым, я, соответственно, немножко прижался к стене, потому что вид у него такой, что как раз шансон слушает он. И вот он тут сейчас рассуждает о хилых, которые, значит, соответственно, нет, шансон не транслирует романтику. Наоборот, он часто рассказывает о жестоких вещах. Но он романтизирует. Конечно, романтизирует. Герматизирует, он оправдывает. Ну, оправдывает, можно и так сказать, да. Но в любом случае он погружает в некий контекст, который, может быть, максимально чужд людям, постоянным клиентам, не знаю, автозаков. Может, они, нет, а именно другой, у меня другой вариант объяснения. Может быть, они все ждут, когда для них начнется опять 37-й и готовится. Может быть. Что автозак остановится ночью и, так сказать, люди в штабском ведут. А там будут играть любимые песни. Да, да, да. Заманивать. Потому что, в принципе, я вам скажу так, вот в кисельном таком времени, да, когда вот эта политкорректность, все, каждый за себя, никак не проявить геройство. А тут вот и хочется автозака, понимаешь, вот хочется, чтобы, как это нам называлось-то, эта машина немка, черный вор, воронок, воронок, чтобы... Вот хочется, наверное... Вроде и почетно, да, побывать-то там. А за ними не едут, ты понимаешь? А не едут, понимаешь? Алло, алло, это НКВД, выезжайте. Ну, ладно. Короче, такие парадоксы. У меня есть один простой вопрос. Да. Чтобы, так сказать, не углубляться в тему сейчас НКВД, а то это... А то приедет. А то приедет, да. Сначала прилетит, а потом приедет. Я уже согласился прийти к нам в подкаст. Слушайте, если честно, мне, во-первых, я... Ой, вот все подтвердят, я очень тяжел на подъем. Меня, например, ну, уже, наверное, год одолевают несколько развлекательных шоу телевизионных, чтобы я туда пришел. Да. Я придумывал... И сейчас они смотрят или слушают. Я придумывал... Сука! Да, я придумывал универсальную отмазку. Так. Я хочу гонорар. Правильно. А поскольку у них, так сказать, на это средств нет, то я, соответственно, морально чист. Но развлекательные телевизионные... Сейчас выяснилось, что мы денег-то... Развлекательные телевизионные проекты, но, в принципе, вот... Ну, мне нравится только одно шоу, если честно, с детства. Я как-то его с детства люблю, и как-то раз, когда меня туда зовут, я туда хожу подурковать. Это столько одному. Потому что мне Саша нравится, ведущий. Конечно. Кому он не нравится? Ну, вообще столько одному. Нет людей, которым не дожди. Абсолютно. Все остальные, как бы, да. Вот. А к вам пришел... Я хочу понять, как живут нынешние звезды подкаста. Как это все происходит. Я, к удивлению своему, обнаружил, что здесь еще и видос. Потому что, в принципе, я очень сильно огорчен, что на радио, например, пришли веб-камеры и вообще телевизионная картинка. Потому что радио – это магия. Согласен. Я понимаю, что ты говоришь. Это магия. Звук – это магия. Звук позволяет человеку, который слушает, представить себе свою обстановку. Да, да, да. Своих лиц, лица ведущим нарисовать. Я помню картину, когда не было еще вот веб всяких вот этих камер. И, поскольку в основном радиоведущие страшные, типа меня, потому что это не нужно на радио. Потому что это нонсенс, когда человек на радио красив. Ну, значит, он как-то особенно бездарен для телевидения. Вот. Раз он на радио, но красивый. Вот. А, понимаешь, вот ко мне приходили письма. И я видел, как люди, описывая, значит, как они представляют себе меня, как это описание зависит от того, как я провел эфир. То есть, если я прикалывался и ехидничал весь эфир, а мне говорят, ты маленький, толстый, рыжий урод. А если я говорил на какие-то такие вещи более-менее серьезные, они писали, Сергей, ну, вы, наверное, высокий, брюнет, тоже 190, там где-то стройный, красавчик. Интеллигент. Понимаешь, от того, как ты говоришь голосом, зависит картинка, которая возникает в голове у слушателя. Но эти гребаные веб-камеры и вообще видеотрансляция, к сожалению, вот наше поколение радистов, оно убило. Рынок меняется, условия меняются. Брат, мы не должны подстраиваться под первертов. Вуайеристы – это не наш метод. Вообще, зачем? Я не понимаю, честно говоря, честно, я не понимаю, зачем надо смотреть на людей, которые ничего не показывают, понимаешь? Мы ничего не показываем. Но мы можем что-нибудь показать. Нет, мы можем. Если так беспокоиться. Но все заранее знают, что ничего не покажут. Или ничего хорошего не покажут. Так нет, ничего не покажут. Ну, да. Это как прогноз погоды, смотрите. Во-первых, он не совпадет. Во-вторых, девушка не скинет пиджачок. Ну, да, да. Это тупо. Короче, я за честные подкасты, без картинки. Нет, ну, тут есть момент, собственно, то, что мы обсуждали до подкаста, что очень часто, ну, в большинстве случаев люди, вот, даже ты рассказываешь, тебе присылали письма. Они описывали. Они хотят увидеть своего кумира. Нет, они не хотят. Они хотят представить. Я считаю, что вам надо вместо видео, если вы уж в YouTube заливаете, ну, чтобы на другой площадке оказаться, просто ставить какой-нибудь коллаж. Ну, первое, единорог. Вот женщинам нравится на единорога смотреть, там, в розовом, в радуге какой-нибудь. Или для мужчин вот кадр из фильма про ракетиров, например, еще что-то. Я бы посмотрел на единорога, кстати. Вот эти звуки. Просто стил-пикчер такая. Просто картинка. Так делают. Так делают с подкастами. Сейчас это не работает. Это не имеет того эффекта. Потому что так или иначе, ну, то есть даже... Люди, может, не смотрят, они, может, плясосят в этот момент, сосут за копейки или что-то делают. Но посасывая за копейки, они подворовывают одним глазиком там что-то в экране периодически. Нет, дело в том, что для меня все-таки видео, да, это смонтированное видео, да, когда есть какое-то действие. И если ты выкладываешь картинку, там должно что-то происходить. А просто вот сидят или стоит. Один стоит, двое сидят, да. Ну, меняются планы. Одна камера, другая, третья. Блин, ну, ничего же реально не происходит. И самое главное, что каким бы ты крутым ни сделал вот студию, все равно мы же... Суть-то в том, что мы говорим. А мы для них говорящие головы. Вот я, честно говоря, вот ты говоришь, что на Ютьюбе очень много, да, смотрят. Для меня открывается все с каждым годом все более и более явно понимание того, что я не понимаю социальную, вот, как бы, социальную подоплеку и вообще картину человека, который живет в сегодняшнем мире. Я не понимаю эти принципы, интересы, они мне чужды. Ну, тут же есть момент того, что в разговоре, ну, помимо голоса, есть мимика. Есть. Вот. И это важная часть, которая вот в большую категорию людей, она интересует. Интересует только в одном ключе. Если чувак чешется, то значит, ну, я имею в виду, не в паху там, не под столом, а лицо, морду начесывает, значит, в это время соврал. Это все, что я могу, все, что я могу сказать о вот видео. А просто смотреть на каких-то страшных людей, я не понимаю, зачем это, честное слово. Дурость. А, они же еще на Ютьюбе берут деньги, сволочи, за то, чтобы, например, иметь возможность премиальный аккаунт, где можно картинку выключить, а звук, чтобы продолжал идти. Да, да, да. Это же такое, ну, как жлобство. Почему это? Это жлобство. Представляешь, за это брать деньги. Это все равно, что... Не только за это берут деньги, а чтобы реклама тебя не раздражала еще. Нет, если бы Яндекс.Навигатор брал деньги за то, чтобы в выключенном режиме, в черном экране тебе продолжал говорить, через 300 метров поверните налево. Только за это надо платить. Бред. Нет, ну, тут же вопрос, ну, что это родилось из-за того, что у них очень много рекламы, чтобы ее отключить, плюс дополнительный бонус. А сколько это это? 129, по-моему, я плачу. Да, в месяц. Херунь, ты платишь? Вот я так и думал, что продаж не платим. И я плачу. И я плачу тоже. Ты и ты? Ну, да. И в итоге 260 просто вот так вот в месяц. Да, ну, и у нас разный раздельный бюджет. Хотя, может быть, впечатление может быть какое-то другое. Ну, хорошо, значит, это про цензуру все было. Нет, это все, почему так быстро согласился? Я расскажу кратко новелла, значит. У нас выходит выпуск с Вилсакомом в комментариях. Вилсаком, кстати, это отличный чувак. Мы с ним года три назад договорились сделать так называемую коллабу. Большой тест-драйв и Вилсаком. Да. Я русство спрашиваю. Чувак, а я тогда не знал слово коллаба, потому что я очень ретрограден. Я по-русски общаюсь, а вот эти слова, они мне омрезительные. А он мне говорит, слушай, это когда мы снимаем совместное видео, и он выкладывает у себя, и мы одновременно. Так вот, Вилсаком, он как-то, не хочется вот матом, но мы выложили, а он нет. Кинул. Вот так вот, да? Это коллаба, просто это прошла чисто реклама Вилсакома. И это лажа. Я не уверен, что Вилсакома нужна реклама. О чем ты тогда подписался-то? Ну, можно было спросить. Ну, можно было. После заведения, если ищи ветра в поле. Да, да, да. Вот, поэтому, конечно, коллаба – это лажа. В общем, никаких коллаб больше. Слушай, там много разных комментариев было. Вилсаком нравится. Не всем ты не оригинален. Ну, мне-то по делу. А или просто потому, что, может быть, что-то не нравится. Ну, да, может быть. И много комментариев, значит, в Инстаграме разных. И один из них – нет ли у вас желания позвать Сергея Стилавина? Да. Я пишу. Конечно, есть. Захожу, значит, к Сергею Стилавину в Инстаграм. Смотрю, там написано. Для контактов вот мой Телеграм. Телега, да. Пишу ему в Телеграм. Он говорит, да, конечно, погнали. А ты не написал, ты настоящий? Нет. Я на «вы». Я на «вы» общался. Говорит, Петр. Да. Я думаю, ем она, Петр. Петр, да. Вот. Кстати, очень нестыковка я с образом. Почему? Не знаю. Когда Петр, я представляю, вот как раз вот с бородой. Обязательно так. Маленький толстый. Стереотипы, стереотипы. В рясе еще, наверное, да? Ну, почему? А почему нет? Но богомерзких разговоров вести не будем. Не будем? А может, надо? Жаль. Давайте вернемся чуть-чуть назад. А что у вас, аудитория этих самых? Нет. У нас разных. Хорошо. Да. Но в целом. Мы приветствуем всех. Все. У нас safe space. Если вдруг. Safe space. Если вдруг планируешь каминг-аут. Вот. Приходи сюда сначала. В это шоу. У вас есть басок и ловушки. На 100 к одному могут не понять, если ты там решишь сделать. А у нас нормально отнесутся. Нет. Только после ведущего. Да, да, да. Можем еще, если на работе начнут проблемы из-за этого, трудоустроим еще. Будет вообще большая честь. Все. За язык не тянул? Да, да, да. Так. Не надо. Хорошо. Кстати, на тему что-то как-то ассоциативное мышление чудеса. Значит, у нас в большом тест-драйве есть история такая. Мне даже некоторые люди говорили, что они смотрят эти выпуски из-за этой части. Когда мы общаемся с девушками на улице. Так. Вот. Ну, мы их отлавливаем из толпы. А я смотрю, у тебя какая-то фиксация на девушках. Нет. Как раз мы этим долго не занимались. А народ говорит, где бабы, давайте баб. И вот мы буквально на этой неделе записали. Я не про баб говорю сейчас, я про конкретный экземпляр. Подошла девушка, красивая. Все. Мне даже показалось, что натуральное лицо. Без этих. Это большая отчетка. Да. И вдруг смотрю, у нее пониже ключиц, там, где вот дыхалка. Ну. В тело бриллиант вколот. Так. То есть, ей хирург вживил под кожу гайку. А через дырку в эту гайку вкручивают бриллиант. Вы представляете, пипец какой. Так. Ну, вот. Твои действия. А я начал спрашивать, сколько стоит. Оказалось, 4 тысячи. Ни хера не бриллиант, а просто какая-то бижутерия. Но дело в том, что... Нет, но это-то зачем вообще? Они вставляют себе в тело всякие прибамбасы, бабы. Ну, и мужики, на самом деле, тоже. Ну, и эти экспериментаторы. Сейчас покажем. А вы говорите, ничего не показывают. Я был удивлен. Я был удивлен, что и так можно сделать. Понимаешь? И с каждым годом я все больше понимаю, что я готов удивляться снова и снова. Вот реально. То есть, вот изобретательности нет предела вообще. Да это же здорово. Так что здорово-то? А что не здорово? Да, просто охренели все. Да? Осуждение, что ли? Вот все-таки... Вот воронок бы, мне кажется, исправил бы ситуацию с этим телом. Вот мне кажется... Вот пока только интеллигенция ждет, когда за ними приедет. С мертвой точки не сдвинется дело. Должны ждать все. Нужно ждать из пирсинга вот это тоже. Что приедут и открутят нахрен. Так может быть... И в госбюджет деньги как бы. Да, да, да. Камнями. Как получится. Так почему время же идет? Может, ты просто постарел? Конечно, я... Ну, то есть, может быть, дело в этом? Ребята, те... Ну, во-первых, в моей юности люди не догадывались между грудей в тело вкручивать пирсинг. А, так теперь это более конкретно как-то стала картина. В тело? В то, что в тело, я понял. Ну, давай так, проведем... Пониже ключицы. Ключицы сбоку находятся у человека. А, ну, между ключицами и между грудей. То есть, как-то вот так вот туда. Нет, туда можно было вкручить что-нибудь поинтереснее. Значит, мне иногда пишут, действительно, Серега, ты постарел. Говорит, емано. Ну, естественно, мне 46. Ну, как я могу не измениться, если годы берут свое? Конечно. Понятно, что каждому из нас кажется, что мы как в 16 или как в 20, ну, смотря у кого было в первый раз, тот и так и думает. Так закрепилось, он так и думает, что мне все еще 16. На самом деле, действительно, жизнь меняется. И оценка же изменяется. И мне очень, честно, я искренне сейчас говорю, мне жалко людей, которые считают, что... Человек должен там от 25 и до 68 оставаться одним и тем. Конечно. Ну, естественно, ты должен меняться. Моя оценка... Я, когда мне было 17 лет, я ходил на митинги в поддержку ГКЧП. Ты что, я был готов лезть на танки в Питере, когда они пришли. Но они не пришли, но я был готов. Я, так сказать, был очень политизированный мальчик. Я понимаю, что просто для каждого возраста есть понимание этого времени, этого места в этом времени. Но с развитием твоего жизненного опыта, который приобретается вот именно через саму жизнь, через ответственность за других людей, которые на тебе висят. Естественно, ты преломляешь взгляд на себя, на этот мир. Если это называть словом «ты постарел», что... Ну, это говорится, чтобы обидеть, на самом деле, человека. Конечно. Потому что сейчас мы же вошли в такой период, ну, бабы первыми, что они, в принципе, все зависли где-то в районе тридцатника. Вот ей, может быть, и пятьдесят, и девятнадцать, но выглядят они все одинаково на тридцать строго. Но нет, нет, нет. Я понимаю, это и скобы. Они выглядят странно. Те, кто думает, что выглядят на тридцать свои пятьдесят, они выглядят странно. Не-не, странно, но... Какие-то ящерицы какие-то космические, с раздутыми чертами. Я имею в виду, что они все одинаково красятся, они все одинаково подают себя. Тим Кардашьян очень сильно повлиял на дам. Потому что запрещено стареть. Да. Запрещено. Стареть стыдно как бы. Табу. Табу, да. Культ молодости. Вот. Мужики некоторые подтягиваются. Вы, я вижу, нет. Это хорошо. Нет, стареть это нормально. Вы все старые решили. Я тоже, я тоже. Но я не считаю, что старость это плохо. Абсолютно. Другое дело, что я для себя это не называю. Может быть, с точки зрения человека, которому 18. Да, конечно, чувак, которому 46. Я помню, я как себя смотрел в школе на своего отца. Но он, в принципе, не сильно отличался от моего дедушки, условно говоря. Он где-то был в одной категории. Папа, дедушка. Вот эти вот, они где-то там, эти черти. А сейчас я понимаю, что мне комфортно в моем возрасте. Понимаешь? Во всяком случае, я гораздо лучше, чем в 18 лет, понимаю, о чем мне хочется. Вот. Я гораздо четче могу сказать нет. И я могу сразу, взвесив за и против, сказать, чуваки, я хочу приехать к вам на подкасты, потому что мне это интересно. А в 18 лет ты бежишь и туда, и туда, и туда. В итоге толку никакого. И с абсолютно обесточенной, ты, соответственно, не знаешь, что тебе выбрать в жизни. Возраст учит выбирать. Я не в плохом смысле, что ты постарел. Потому что мы все, по сути, постарели. То есть я какие-то вещи сейчас тоже не понимаю абсолютно современной тенденции. Но я имею в виду к тому, что вот ты именно заходишь с позиции осуждения. Возможно, я не так понял. У меня позиция такая. Да пошли вы нахер. Вот. Со своими новыми этими делами. Ну вот да. Я тоже в 18 лет говорил взрослым. Вы все уроды старые. Я не хочу жить, как вы живете. Мне вообще. А в чем причина? Ты, понимаешь, дело в том, что в 18-20 лет ты находишься в очень странном положении. У тебя много энергии. Много, как говорится, этого дела. Желания. Но нет ни опыта, ни квалификации, ни ресурса, ни собственности. Ты вот как-то вот болтаешься по жизни. И очень много амбиций. А потом это приходит в баланс. У тебя есть, так сказать, опыт. У тебя есть, ну, по большому счету, что терять. Да. И у тебя... Я не хочу возвращаться в 18 лет. Не-не-не. Я ничего не вижу. Ничего не вижу там прикольного. Потому что то, через что мне пришлось пройти там 18-19. Опыт узнавания женщин. Я имею в виду не первой, а психологически именно. Это все... Это все... Некоторые вещи вообще хочется забыть. Некоторые вещи... Но это еще впереди, и заботишь, еще заботишь. Самое ужасное, я могу сказать, и мужики меня поймут. Я не знаю, может быть, даже вы, если проходили через это. Так. Самое ужасное, это набухавшаяся до состояния отключения жесткого диска записи баба. И ты, когда предоставлен ей в качестве провожатого и гаранта ее безопасности... Вот я через это прошел, мне, наверное, было 19 или 18 лет, когда женщина была просто в невменяемом состоянии. Когда она хотела, но не могла никак завершить. Из проклятий она переметалась в любовь. Она не могла никак заснуть. Она блевала. Она неистовствовала. И я молился только о том, чтобы, ну, скорее, ну, забери ее, Морфей, забери ее, чтобы она заснула. И наутро это как потасканная собака. Она встает, смотрит, и я вижу в ее глазах, ни хера не помнит. Но, знаешь, так виновата, как вот собаки уши опускают, и глаза порвало тапки там. И вот так вот смотрит, но ни хера не помнит. Это самое ужасное, что вообще может быть в жизни мужчины, мне кажется. Неуправляемый человек, понимаешь? То есть человек-животное, которое под алкоголем, вот у нее действительно, ну, знаете, да, бывает, наверняка было в жизни, что вот перехватишь лишнего, там, или смешаешь, и как несколько часов ты вот из памяти выброшишься. И ты-то сам, когда просыпаешься, тебе страшно, что я успел сделать. И по рассказам, по рассказам. И ты причем не помнишь, и ты ходишь, делаешь какие-то вещи, и у тебя такие флешбеки. И самое страшное, если кто-то начинает предъявлять. О да, о да. Предъявлять. И это ужасно. Или когда ты просыпаешься от того, что тебе предъявляют. Ну что, проснулся? Я однажды проснулся в спортивном костюме Nike. Так. Да-да-да, с утра. И смотрю, собака на меня моя виновата смотрит, так думает. О, проснулся, и свет горит везде. Это ужасное ощущение, ужасное. Это, вот честно, со мной был один раз в жизни, когда я перепил. Опять же, ситуация какая была. Пили на воздухе, на открытом зимой, под шашлычки, красное вино. И вдруг приехала сука какая-то, на три часа опоздавшая к началу сейшена. И привезла водку. И я сверху на вино, соответственно. Не, наоборот было. Наоборот, вот точно. Мы пили водку, потому что было холодно. А потом какая-то сука привезла ящик красного вина. И я полбутылки высадил красного на водку. И меня свело просто. Потом мне рассказывали. Сережа, а ты помнишь, ты вот жену вот этого чувака на руки брал и пел советские песни с ней. Вот в таком состоянии. Я думаю, блин. Ужас. Будь того и не может. Нет, но самое... Еще раз повторюсь. Это не самое страшное. Самое страшное, это вот ты почти трезвый, а она невменяемая. И это пипец просто. Но думаешь, что ты такой же. Это, вот знаешь, говорят, пьяная баба себе не хозяйка. По-моему, чуть-чуть по-другому говорят, но ладно. Вот. Но знаешь, это ужасно. Это кошмар какой-то. Как вспомнил, сейчас... Опять холодно. Опять удовольствие от холостяцкой жизни. Нахлынуло. Ну вообще, закрывая тему, мне кажется, что культ молодости современный. Он сосет болта, на мой взгляд. И это совершенно не... А что ты вкладываешь в это выражение? Ну, вот эти все вот эти истории. Вы старые, вы не знаете, вам пора. Нет, ну это связано... Во-первых, я не считаю, что мы старые. Тебе 46, тебе 59, мне 33. Нет, это связано... Во-первых, я здесь единственный... Нет, чуваки, это связано только с одним. Дело в том, что, к сожалению, советская культура оказалась разрушенной. А русскую культуру в массово успели... Нет, в стране разрушили еще те, которые насаждали советскую. А, например, в восточных наших регионах, да, принято уважать старших. Да, да, да. Вот это вот уважение просто к тем, кто старше тебя, просто потому, что у него больше опыта, оно вымыто. В головы, наоборот, вставлено, что мы все равны. И вот зеленый может поучать, грубо говоря, бородатого, да, и на полном серьезе может ему что-то втирать. Более того, сейчас самое ублюдское понятие, значит, насчет своего собственного мнения. Считается, что каждая сука должна иметь собственное мнение. Причем оно должно отличаться обязательно от мейнстрима и от того, что говорят остальные. Даже если, вот, например, с ним согласны, обязательно надо не согласиться. Но я скажу так, что, во-первых, бывает экспертное суждение, когда человек реально в вопросе разбирается и раскладывает все по полочкам. Мнение может быть только по одному поводу. Пересолен, блядь, борщ или нет? Поэтому все люди, которые имеют какие-то мнения, да, по поводу чего угодно, вот политика, геополитика. Самобитные внешности. Коронавирус, там, вот это все. Они все должны усвоить, что это все фуфел. Это фуфел. И серьезно реагировать, например, на чьи-то так называемые мнения в интернете, я знаю людей, которые, ну, что взрываются от того, что они читают про себя. Но просто один дурак зачем-то реагирует на мнение других дураков. Ну, я это вообще за гранью. Ну, сложно просто. Сложно не реагировать, мне кажется, проблема в этом. Потому что многие понимают, ну, даже, ну, как сказать, у нас бывает, когда мы видим какую-то обратную реакцию, когда она бывает негативной, ты просто взрываешься из-за того, что ты не понимаешь, как человек может, ну, настолько непонимающе подходить к тому, что ты делаешь. А, согласен, значит, люди разучились, во-первых, распознавать текст. То есть, вот ты ему по-русски пишешь, он не понимает, он читает то, что хочет. Это очень распространенная история. Это не только бабская, кстати говоря, история. Хотя женщины этим грешат в большей степени. Потому что они, например, текст в интернете читают со своей интонацией. И очень большое искусство написать текст так, чтобы там не было разночтений настроенческих, эмоциональных. Это очень сложно. Мне кажется, это невозможно, потому что каждый читает текст со своим настроем. Надо учитывать следующее. У нас на радио, ну, вообще в СМИ считалось всегда, что вообще активные комментаторы, но это максимум 5% этого аудитории. Так и есть, да. Максимум. А я, поскольку я, в принципе, делаю там свою работу, как ее делаю я, вы как вы, да. А те, которые пишут, они не делают вашу работу. Вот. Они со своей какой-то стороны на это все смотрят, как-то думают, как непонятно. Вот. Я считаю, что вот мне, например, не пришло бы в голову идти в чей-то блог и писать там кому-то какие-то комментарии. Я понимаю, что, смотрите, мне не нравится какой-то подкаст или видео на Ютюбе. Я его быстро закрываю. Надо просто научить людей это делать. Не надо ждать, когда доедет до конца эта штука. Не надо. И смотрю то, что мне нравится. Я не смотрю до конца то, что мне, например, меня раздражает, а потом пишу, значит, комментарии. Плохо. Я считаю, что это плод огромного массива свободного, какого-то незанятого времени. Это бездельники какие-то, тунеядцы, которых есть возможность все это послушать, все откомментить, там еще сидеть. Аналитику включить. Это какая-то хрень, ребята. Я так не живу. Мне кажется, тут проблема, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что я тоже не оставил, ну, типа, за свою жизнь я оставил, типа, три комментария на Ютюбе за всю свою жизнь. Вот. Но при этом есть категория людей, которым вот нужно высказаться. Я просто не всегда понимаю категорию. Ну, понимаете, это к вопросу об отмене в 91-м году принудительной психиатрии. Во. Это вот та самая гласность. Она наконец-то пришла. Та самая гласность. Еще люди считают, что, типа, ах, вы меня, ах, вы удалили мой комментарий. Ах, вам не понравилось. Вот душите свободу слова. Это недопустимо вообще втройне. Нет, на тему свободы слова. Хотя люди забывают, что свободу слова, это свободу слова. Но когда ты приходишь куда-то и начинаешь там, ну, как-то... Гадить. Гадить, да. Гадить, топтать ногами. Тебя могут вышвырнуть нахер. Из этого заведения. То есть меня больше раздражает, что... Не те люди, которые просто оставляют свое мнение. То есть это хорошо. Меня раздражают люди, которые оставляют неосмысленную какую-то, ну, действительно дерьмо. Ну, то есть приходят и, типа, ну, вот у нас были там примеры. Мы делаем какую-то работу, там, создаем, там, 2-3 недели карпим, там, над видео какими-то, выпускаем его. Выходит, человек говорит, голос у автора говно. Ну, типа. Ну, то есть меня это вызывает. Вот тут у меня действительно... Я неоднократно пишу, не нравится, уходи просто. Уйди отсюда, не смотри, выключи. Люди очень разные, люди очень разные. Из безобидного, я не знаю, я решил там у себя в Инстаграме возобновить рубрику «Менял», у нас такая с Геной была. Мы приносили какое-то шматье или какие-то вещи и с людьми выменивали. Они звонили, говорили, а мы там, например, в обмен на это ящик бананов вам привезем. Такое бывало. Ну, и, соответственно, ты что-то делаешь, вымениваешь, и вдруг комментарий. «Сергей, а какая у вас куртка? Что это за фирма? Скажите мне, блин». Или еще что-то. Да какое-то это имеет собачье отношение. А меняешь ты не куртку при этом. А меняю я какой-то другой совершенно... Просто я в куртке в этот момент. Ну, да. И человек просто на своей волне. На своей волне. Проблема вот в следующем. Смотрите, у нас появилась такая история, как вот с СМСки, и Ватсап, да, Телеграм, когда ты, например, отстучал в своем настроении что-то, отправил, когда человек это прочтет? Сразу сейчас или через час после совещания? В каком он настроении это прочтет? Вот этот разрыв, да, которого нет в личном общении, даже в телефонном, то, что ты слышишь хотя бы настроение человека, если он суетится, значит, ты говоришь, ну ладно, давай потом перезвоним, потому что ты сейчас не в духе. А мы развращены, мы привыкли писать, что нам сейчас хочется, и мы требуем, чтобы человек, который на том конце прочел это так, как нам хочется. И дал ответ прямо сейчас еще одно. Да, он, сука, не читает. То есть ты еще начинаешь нервничать, что почему ты мне не отвечаешь? А у него свое настроение, у него свое настроение, понимаешь? И плюс текст в телефоне не дает передачи этого настроения. Какие бы ты смайлики туда не вставлял, он себя это не передаст. Это очень большая проблема. Мы эмоционально разобщены. Эмоционально именно, прежде всего. Каждый на своей волне. Это очень... Одного интересует, какая у меня, сука, куртка. Да. Другой пишет тебе голос говно, понимаешь? Ну, расскажи, какая у тебя куртка, блин, в конце концов. Что за куртка у тебя там? Бюджетная, брат. Ну, типа. Баон или там. Юникло. Бюджетная куртка, господи. Так и хорошо же. Ну, это хорошо. На ней ничего не написано. Ничего не написано. Это главное. Вот. Но проблема в том, что человек это волнует. Понимаешь? На ней вообще ничего нет. А просто она, во-первых, синяя, а он, говорит, черная, сука. Он даже цвета не видит. Эта же проблема еще появилась из-за того, что ты говоришь про мессенджеры, смс. То есть раньше просто люди, когда что-то собирались написать, они писали письмо, которое будет идти неделю, две. Ну да, да. Телеграмму. То есть люди подходили к этому осознанно. А сейчас, чтобы нас нагадить в комментариях, тебе нужно потратить 10 секунд. Смотри, это последовательно. И даже ты не думаешь о том, что ты будешь писать. Да, это была последовательная история. То есть, во-первых, в Советском Союзе все СМИ должны были отвечать на письма трудящихся. Если там сигнал о трагедии, какой-нибудь о проблеме, должны были пересылать в райком партии или в обком или в горком, где должны были принять меры. В 91-м году сказали, мы больше не рецензируем, не возвращаем. Пошли нах. Люди сначала несколько лет жили опешившие, потому что они пишут, а им никто не отвечает. На них все забили болт. И потом, мне кажется, через поколение это как-то возродилось в том, что а теперь мы вам будем писать, что хотим. Исчезла, условно говоря, вот эта вот система сама интернет 2.0. Вы делаете контент, а мы можем на него отреагировать и вступить с вами в общение, в общение, да? И исчезла некая, вот опять же на тему видеокамер, да, в студии, исчезла некая грань между творцом, я в кавычках, просто человек-креатор, креативщик, тот, кто создает между создателем продукта и потребителем этого продукта, в какой-то один-единый клубок вот все свивается, и как бы тебе могут сказать, ты говно, а ты можешь в своем сюжете сказать, и вы все говно. Да-да-да, ну, то есть, по сути, грань размыл, потому что сейчас любой может создать его контент. Размыло, причем, знаешь, вот размыло так, что будь здоров, ребята, по всему полу размыло. Я тут недавно как-то захожу в одном офисе в уборную, а там человек, нет, а там человек, ты представляешь, брат, навалил в 30 сантиметрах от сидушки. Это называется, оформил Навального, это называется. Нет, на полу, а потом ногой еще разнес отпечатки. Понимаешь? То есть, можно выследить его. Понимаешь, ты вот говоришь, как люди реагируют на, что, мол, типа, мы тут старались, а он говорит, голос говно. А это вот как это-то произошло? Ты понимаешь? Там, знаешь, вот если игры... Никто не старался. Ты понимаешь, игры есть идиотские, ну, там, шарады, например, там, да, что-то надо сделать, чтобы кого-нибудь освободить, да, какого-то персонажа. А ты вот на это смотришь, что Навалина в 30 сантиметрах от жерла на пол, причем культурно, несколько слоев. И ты думаешь, а как он сидел? Ты понимаешь, вот ты смотришь на это и не понимаешь, а может, это не человек. Он брезгует, наверное, человек-аккуратист. Может, он трехногий какой-то человек. Как он вот, как он это делал? То есть, он брезгует, присесть на общество не дашь, но не брезгует, насрать просто, да. И, понимаешь, это вызывает ужас, потому что эти возможности, типа, понимаешь, что ты ограничен. Возможно, ты знаешь, что человек определяешься. Во-первых, возможно, знаешь, а во-вторых, он может то, чего тебе даже в голову прийти не может. Он способен на такие вещи. На поступок, как говорят женщины. Вот это поступок. Я ценю не слова, а поступки. Так вот это, девки, это и есть поступок. Сексист 2017. Мне кажется, мы уже поняли. Нет, нет, нет. У меня возник тоже вопрос в связи с этим. Значит, почему? За что? А, за что? Почему только 2017? Потому что, когда я слушал радио «Максимум», вашу передачу утреннюю, там просто... Дело в том, что тогда не было этой премии прекрасной. Тогда, мне кажется, слово такого никто не знал. Я написал им письмо, когда вот узнал, что я вошел в топ-3. Кому им, кому им? Феминисткам. Там есть оргкомитет. Они собирались в каком-то отеле приличном, где-то на Тверской, по-моему, эта премия вручалась. Я сказал, я могу прийти, но только у меня одно условие, я толкну речь. Но я хотел приколоться, потому что лица там были в жюри такие, что, в принципе, вот иного варианта я не видел, кроме как приколоться. Но мне никто не ответил. Меня проигнорировали, хотя назначили сексистом. А за что? Я много себе позволял в адрес женщин троллить себе, но вручили мне этого виртуального сексиста за то, что я однажды зашел в метро и вдруг увидел, что как-то вот вдруг меня переклинило. И я обратил внимание, что слишком явный и слишком огромный отдел женских прокладок. И они вот так в открытом доступе. Я подумал, вот сигареты на кассе закрывают ширмой. А вот это напоминание о самом плохом, что есть в семейной жизни. Эти критические дни, когда мужик в напряге, дети боятся, она сама вот ее колбасит. Но почему я должен вспоминать об этих страшных моментах ежемесячных в семейной жизни, проходя с ужасом, содрогаясь мимо этих полок? Ну, давайте соседний отдел откроем. Там фалоимитаторы будут лежать. Почему бы нет? Цепи, плетки. Я не против. В чем разница тогда? Понимаешь, да? Нет, все заслуженные. Я подтверждаю. Заслуженные награды получены безусловно. Почему интимные предметы, которые, в принципе, мужику нафига? Ну, в смысле, презервативы продают? Тебя не смущает это? Презерватив – это товар обоюдного использования. Ну, это зависит от людей исключительно. Я не представляю себе рукоблуда с презервативом. Если только у него руки, не знаю, радиоактивные какие-нибудь. Но тут, понимаешь, это глубоко, сугубо интимный предмет использования. Ну, в чем мы кривимся-то? Ну, это интимная вещь. Это я не хочу об этом знать. Вот не хочу. Не хочу еще. И мне дали сексисты за это. Я не хочу за это мою... А ты там разорался или что? Ты достал мегафон? Нет, я написал гневную статью о том, что давайте ширмами закрывать это все. Пусть они в отдельном закутке... Пусть лучше курят. Нет, почему мы алкоголь выделяем в отдельную зону в супермаркете? Ну, потому что алкоголь убивает, а прокладки пока никого не убили. Мы не знаем. Убивают, брат, убивают. Мне кажется, очень много рыб, чаек погибло из-за этой мерзости. Те, которые по... Крунт засорен. Нет, мне кажется, просто человечество. Проблема в людях тогда. Нет, те, которые, значит, опускают в унитаз и спускают, они реально, это доказано, они повышают какой-то гормональный фон. В водоемах там начинают плодиться гомосексуалисты, раки и кто-то там еще. Ну, какие-то животные... Очевидно, проблема не в прокладках, а в людях. Гомосексуалисты, раки. Ну, какие-то, да, какие-то, в общем, животные начинают терять ориентацию. Крабы-федерасты, так. Да-да, примерно так, да. И это все из-за этой штуки. Ну, зачем мне об этом напоминать себе лишний раз? Я хочу идти в магазины. А, дело в экологии, я понял. Конечно. Вовсе не в сексизме. Просто это сфера жизни, я хочу о ней не знать. Я знаю, что она есть, но я не хочу, чтобы мне напоминали об этом, когда я пошел, например, за специями, за туалетной бумагой. Вот, опять же, не к ночи сказано. Да. А что в 2018 году кто отнял? А вот я дальше не следил. Не следил. Не следил, не следил, к сожалению. Но это что, открытая история. Можно найти сексиз года 2018. Кто там, соответственно, пролез? Метишь повторное получение? То есть, у вас, в отличие от феминисток, у вас нет общины какой-то, да, своей? Ты не в курсе, кто там в 2018 году у тебя отнял титул? Я не помню даже, кто в 2016. Может быть, Дрешковец или еще кто-то, Женя. Ну, очень достойная компания, кстати, там подобралась. А, ну, то есть, очень достойная. Не последние люди, скажем так. Не-не-не-не, конечно, не последние. Не любители шансов. Безусловно, мне кажется, это, опять-таки, нужный звезд. И в «Оскар» тоже не вручают видеоблогеру, понимаешь? Тут должна быть хорошая компания. Мне кажется. Я надеюсь. Да. Иначе зачем это все? Иначе зачем мы камеры поставили встать? Да. Ну, вот такая вот история. Сначала я, конечно, напрягся, когда вот этого сексиста мне дали. А потом, в принципе, пережил спокойно. Пережил спокойно. Типа, однажды я был сексистом года. Пережил спокойно. Но сначала было тяжело. Нет, сначала я дернулся, думаю, за что? А потом смотрю, ни за что. К вопросу цензуры. Давайте вернемся кратко. Потому что мы вот до записи с «Артоваздом», я, в принципе, мне не надо было освежать. Вот «Артовазд освежил». Я просто много помню ваших этих. Как вы любите любить? Да, люблю любить. А как вы любите любить? Ой. Это была одна из лучших утренних шуток в моей карьере. Утреннего слушателя. Вот я искренне посмеялся, потому что я не помню. Вот, да. У меня отличная черта, я не помню. Да, 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 да. Это хороший трюк, который меня научили. Мне кажется, у всех у нас это происходит. Потому что сложно запомнить все, когда ты ведешь... Ты еще так быстро? Нет, количество эфиров. А, да, конечно. Ты просто забываешь все, что... Конечно. Блядь, чувак, я забыл сразу же, как только я вот здесь запись нажал. Это хуже. Возможно. Возможно. Шутки уровня царь были просто. И шутки были жесткие и на разные темы. И там и про смерть, и про жизнь, и про все на свете. Гомосексуализм опять-таки. О, да. Во все поля. И не только на дне океана. Кто обитает на дне океана. А сейчас, я видел, недавно вам прилетело за какую-то шуточку. Ну, то есть сейчас, мне кажется, стали жестче следить. Нет? Забыл за какую? Ну, пусть забыл за какую. Но сейчас нет ощущения, что вот такие... Вот такой юмор уже не очень уместен на радио. Слишком много ответственности. Слишком много следят. А теперь еще и... Ну, время поменялось, в конце концов. Время поменялось, да. Нет, ну, во-первых, слушайте, парни. У нас был дуэт с Геной, да? Да. Это был настоящий дуэт, потому что мы в эфире не были, так сказать, два юмориста, которые друг перед другом по сценарию что-то... Ну, конечно. Эти все вещи, они рождались. Сами рождались. Это была такая искра. Когда ты с человеком на одной волне, но каждый из вас чуть-чуть отличается, и вот что-то закоротило, и вот родилось. Потому что такое вот самое яркое, наверное, описание, что я получал в те годы от нашей работы, что мне говорили, ты знаешь, Серега, вот мы вас любим слушать потому, что я не знаю, когда вот в этом часе, или там через два дня, или через неделю, но обязательно что-то взорвется. Какая-то вот будет эта фишка. Но никто не знает, когда и что. Вот это, как бы, случайность, да, какая-то мистичность, мистика какая-то в этом. Химия называют сейчас. Это бабы называют химией. У них, знаешь, сначала химия, а потом она выясняет, что потратила семь лет жизни на этого говнюка, да? А сначала у нее химия там туда. Наверное, она трясла в трусы и порошок, вот как актриса. Радиоактивной. Ну нет, по гуманией немножко, да. Но если серьезно, то я не понимаю, о чем ты конкретно говоришь, когда говоришь, что прилетело. Да. В Википедии про тебя есть статья. Нет, Википедии, это вообще, кстати говоря, идиотизм. Потому что на моей страничке в Википедии написано о том, что было без меня. Так. И в конце мелким шрифтом. Стилавина в этот день в эфире не было. А, вот. Вот это вот, видимо, тот самый случай. То есть мне привязали, но это чисто с пропагандистской точки зрения, да, сделано, чтобы меня просто как бы очернить. Понизить, понизить, так сказать. А кто заинтересован? Есть враги? Наверное, есть, которым это надо. Но в любом случае это звучит, если человек внимательно читает, то это идиотизм. Что в эфире утреннего шоу произошло то-то, то-то и то-то. И в конце Стилавина в этот день в эфире не было. Но я действительно был в этот момент в Корее. Ну, где-то там на Дальнем Востоке, там во Владивостоке или мы в Корею полетели снимать большой тест-драйв телевизионную версию. Вот. И это, конечно, поэтому твой вопрос там, стали ли цензура жестче или что-то. Конечно, в эфире... Вы сейчас взрываете в эфире? Конечно. Смотри, смотри. В эфире у меня есть, естественно, четкое понимание, что есть лицензия, что есть начальство, что есть холдинг и так далее. И тому подобное. Но это как бы по умолчанию. Ты это знаешь с самого начала. И на максимуме была тоже лицензия. Да, конечно. Но мы не матерились же. Там не было... Мы все формальные вещи, которые предусмотрены законодательством о СМИ, всегда соблюдали. Ну, сейчас же есть еще неформальные мнения, опять-таки. Оскорбление чувств всех подряд. Вот об этом скорее речь. Это зараза, которая, да, с одной стороны называется толерантностью, с другой стороны, да, ты никого не должен трогать. Я считаю, что сегодня радиоведущий, это именно радиоведущий, потому что в подкастах, ну, чем вы рискуете? Мне кажется, вы рискуете тем, что там, например, вы должны поставить, по-моему, там галочку 18+, или не 18+. То есть, контент для детей или нет для детей, условно говоря. Для всех или нет. То есть, мне так объясняли, что если ты галочку не поставил, а в передаче ты материшься, то тебя могут забанить и вообще этого канала, например, лишить. Ну, за систематичность, за какую-то. То есть, риски-то минимальные. А здесь ты как слаломист такой, да? Ты понимаешь вот эти красные флажки, и надо вот между ними как бы вот так вот проехать элегантно, понимаешь, да? Не соврав. Да. Не соврав, но и не подставившись. Потому что, понятное дело, что огромное количество людей вот из серии, которые там «Голос говной» и так далее, они следят, и я думаю, что для них это некий спорт. Они следят за тем, чтобы человек оступился. Облажался, да. И тогда нахлобучить его по полной программе, вызвать его на какое-нибудь ток-шоу на центральном канале, пропесочить его и так далее. Вот профессионализм заключается в том, чтобы быть слаломистом и флажки не сбивать. Мне кажется, кстати, что это все-таки разная аудитория. Потому что оскорбить можно... Ну, то есть, аудитория, которая пишет, что говно, ну, то есть, это отдельные люди. Потому что люди, которые что-то оскорбляют, это просто, как сказать, другие категории. Есть, которые оскорбляют, а есть оскорбляются. Это все понятно. Но я считаю, что все-таки профессионализм заключается в том, чтобы знать дозу. Как говорится про, да, что убивать может все, главное, в какой пропорции. Ну, про яды, да, там все является ядом, главное, по какой пропорции. Тот случай, который описан в Википедии. И где написано потом, что Стилавина там не было, в конце, еще спасибо большое, что написали, что меня не было. Такой абзац целый. Да, да, да. И столько-столько всего. И вдруг, а меня не было. И зачем тогда все написано? В моей статье про меня. Это непонятно, да? Нет. Суть в том, что доза. Потому что когда... Ну, я считаю, что можно слегка пройтись по какой-нибудь теме скользкой. Ну, не надо на этом топтаться. Не надо вот... Знаешь как, вот чем поп-музыка отличается от рок? Тем, что попсовик, поп-композитор, найдя какой-нибудь удачный припев... Да, 64 раза этот припев. Да, крутить, крутить, крутить. Он не понимает, что в перемотке есть, сука, у зрителя. Он может включить еще раз. И вот мне кажется, что вот чувство меры, оно должно быть. То есть, в принципе, ведь мне больше симпатичны сейчас шутки, намеки на что-то происходящее, но не прямым текстом, а как бы, грубо говоря, элегантно. Ну, элегантно, чтобы все все поняли, а придраться не к чему. Это гораздо, мне кажется, элегантней. Потому что и так все все понимают. Ну, дебил все равно не поймет, если ты ему будешь даже 10 раз одно и то же повторять. И самое главное, знаешь, потому что какая проблема была? Что собралась большая команда людей, а нет лидера. Я не про себя сейчас, но вот среди них не оказалось лидера, который был бы ведущим именно и загасил бы вовремя, ну, когда уже перешло. А все как бы чувствуют... Понимаешь, когда нет лидера, все себя чувствуют пупами. И все себя чувствуют, что, а что, я не обязан первым там молчать, замолкать или еще что-то. И так все шутят. Кто кого перешутит еще из такого. Да, да, да. Сейчас я еще больше пошучу. Да, пошутят, пошутят. Это очень опасная история. То есть, то ли в нашей культуре, то ли вообще. Но должен быть лидер, который является авторитетом и который все-таки направляет. Модератор, условно говоря. Да, там как в каких-то пресс-конференциях и так далее. Модератор. Человек, который все-таки чувствует чуть-чуть, как бы со стороны смотрит и понимает, пережали или нет, не пережали. Вот грань. Очень важна грань. Все. Безотносительного смысла того, с чего мы начали. Окей, 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 окей. Когда последний раз грань переходил сам. И такой прям в ту же секунду. Блядь. Было такое когда-нибудь? Вот что прям в ту же секунду понял, что ах, зачем? Неужели всегда? Она же грань, это с опытом появляется. Неужели всегда была грань какая-то? Ну, конечно, с опытом. Но сначала ты, я могу сказать честно, что Гена был человеком, который был старше меня, ну, формально не намного. Но по жизненному опыту очень намного. То есть, он на самом деле был моим отцом. Ну, по жизни. Человеком, который показывал, как мужчина ведет себя в той или иной ситуации. Мои родители достаточно рано развелись. Я был, так сказать, возвращен в семейки, где, соответственно, женское мнение преобладало. А Гена был человеком, который мне показывал, как надо по-мужски смотреть и реагировать на те или иные вещи. Я у него учился. Поэтому я, как человек, который все-таки ленинградец, все-таки я могу кому-то представляться дебилом или хулиганом или еще кем-то. Но на самом деле я воспитанный человек. Я не лез никогда вперед. В смысле, если я не уверен, я посмотрю, как другие себя ведут. Но учившись можно. Если ты не умеешь, что делать-то? И я учился у Гены. И, конечно, там некоторые шутки и какие-то вещи. Я помню, к нам пришел Макаревич. А у нас некоторые шутки были зашиты в джинглы. Ну, то есть они казались настолько удачными нашему звукорежиссеру, что он их тиражировал вот именно в открывашках. Ну, в английской традиции это называется лого. Да, у нас на радио джинглы. Когда там красные трусики. Мне не нравятся красные трусики, так не надевай. Ну, все вот такая. И там была какая-то шутка. И она была грубоватой. И Макаревич сидит такой, говорит, грубо. А он пришел рекламировать книжку свою к нам. Ему очень не хотелось к нам приходить. Но ему пришлось, потому что издательство сказало, что эти чуваки точно сделают так, что книжка продастся, если ты к ним придешь. И мне было немножко неловко, да, от того, что именно этот фрагмент не самый удачный взят для джингла. Да еще и тут появился при Макаревиче. Он такой, достаточно жесткая там была какая-то, какой-то юмор. Я не помню, какой-то именно. Но, в принципе, знаете что? Вот в прямом эфире мы же с вами сейчас в записи. Но я пацанам не ставил условия из серии, там, дайте мне послушать, вычитать тексты, или там, давайте что-нибудь подправим, подотрем. Это ваше усмотрение, да? Потому что я привык работать в прямом эфире. В прямом эфире не подотрешь, ничего не выправишь, да? А в любом случае, если ты пережил в прямом эфире, вот здесь сейчас, помнишь, что, ну, какая-то вот неудачная штука была. Вот самое главное правило – это не концентрироваться в флайн-настроении или мысли, что вот это не получилось. Вот в голове перелеснуть и в следующую минуту начать работать с нуля. Забыть, что это было. Не париться, что это было. Это можно потом обдумать и так далее. Но, как правило, неудачи случаются случайно. И главное, да, не запариться в прямом эфире, что что-то не вышло, к сожалению. Не портить себе настроение. Надо вообще быть всегда в хорошем настроении. Хорошее настроение – залог того, что ты, во-первых, ходишь на работу с удовольствием, а во-вторых, что что-то получается. Потому что в плохом настроении делать… Нихера не получается. Это просто абсурд. Хотя иногда, наоборот, вот если в жизни что-то напрягает очень сильно, в личных отношениях, еще какие-то проблемы, эфир дает возможность отключиться. То есть хотя бы на это время почувствовать себя. Это как вот говорят, что люди используют секс, чтобы отключиться от негатива. Представляете? Но зная среднюю… Какая чушь! Я не понимаю, как мне реагировать. Но зная среднюю продолжительность акта ненадолго. Вот. Но, тем не менее, эфир, да, вот увлеченная работа дает возможность отвлечься от чего-то. Но хотя мне больше нравится, когда и в эфире, и в жизни в принципе нет таких вещей, которые хотелось бы, чтобы они закончились. Согласен. Поскорее. Очень не хочется, конечно, заканчивать этот подкаст, но у нас было одно условие, которое ты все-таки озвучил. Ну, по времени чуть-чуть. Ну, может, это последний вопрос какой-нибудь, например, или крайний, или ты суеверный? Я нет. Очень хорошо. Я говорю последний обычно. Хорошо. А это связано с суеверием? Ну, наверное, откуда это появилось, зараза? Я первый раз это встретил, собственно, когда работал в кино-телеиндустрии. Ну, туда это тоже откуда-то пришлось? Может, от десантников, у которых последний прыжок это плохо? Что-то такое, да. Последний день службы или еще что-то. Не говорят последний, потому что последний – это последний в твоей жизни. Ну, то есть это полный. Мне всегда казалось это полным идиотизмом. То есть, если кому-то нравится, пусть говорит крайний. Но это, мне кажется, еще большим простым. Да, не надо меня поправлять только, когда я говорю последний, пожалуйста. Да, да, да. Нет крайний. Нет крайний. Крайний знаешь у тебя где? Известно где. Хотя не факт. Вот. Я считаю, надо еще заглядывать к нам как-нибудь. Ну, надо получить, как говорится, фидбэк. Фидбэк будет. Сексист 2020 сразу. Уже готовь костюмчик. Хотя это очень странно и где-то парадоксально, но феминистки очень любят Disgusting Man. Есть крупные фем-каналы, в которых репостятся наши статьи про амазонок, путешественниц, воительниц и так далее. И нас прям феминистки уважают. Уважают? Уважают. И разбирают ваши, так сказать, ошибки. Уважают. Уважают. Мы пишем без ошибок. Да, это во-первых. Чаще всего. Ну, я имею в виду фактологически. Не-не-не, да. Вот это, вот это красавчики. Лучше любого фем-журнала. Вот там вот. Что вы сразу-то не сказали? А что? Я бы подумал бы. А что тут думать-то? Нормально. Не надо думать, надо действовать, я считаю. Вот все время падает шапка. Вот. Опять ее. Начал носить шапку, прикинь. А что так? Никогда не ходил в шапки. Бомфанк МС такой-то. Да это же когда было. Я про это и спрашиваю. Вот. Ну, что-нибудь надо еще. Вот допустим Бородатый вот задаст вопрос. Бородатый. Как Бородатый Бородатому. Да, я-то, конечно... Да, я так заслушался. У меня даже... Ну, не планируешь подкастами заняться? Потому что, смотри... А, у меня был вопрос. Ведь подкасты, по сути, вы выросли из радио, в каком-то смысле, из радиопередач. Дело в том, что, да, как бы рост-то как произошел? Дело в том, что многие наши рубрики начали превращаться в подкасты. Та же Брандятина, которую Руст готовит. Вот. И другие какие-то сериалы, да. Потому что человек, конечно, ему... Если там он в метро едет 20 минут, то, конечно, он это слушать не будет. Но если ты, например, поехал на юг, взял с собой, так сказать, целую подшивку и как бы в дороге, да. Потому что, мне кажется, это тупо слушать музыку в дороге. Вот я этого не понимаю. Ну, в коротких проездах, да. Но вот если ты на 10 часов отправился там в перегон... Конечно. Ну, это, блин, абсурд. Тун-тун-тун-тун-тун все по башке. Вот это идиотия. Надо смыслы какие-то... Да есть и другая музыка. Шансон опять? Это интеллигенция. Нет, это те, которые едут... Это не для нас. Нет. Это едут в воронке. Да. Но я понимаю, что... Понимаешь, у подкаста я хочу понять, что это за формат и какова эта аудитория. Потому что, во-первых, это сразу отложенное прослушивание. Да. По запросу. Ты можешь в прямом эфире послушать. Ты можешь в записи уже без рекламы, без паузы, так сказать. Все, когда тебе удобно. Вопрос в том, о чем люди хотят слушать. Сколько, с твоей точки зрения, сейчас вот в России... Ну, хотя бы... Какой сегодня топ? Сколько вот в топе на десятки идет, на сотни авторов счет? На сотни. Уже на сотни? Да. Вот видишь, какая... Рынок захламляется, если так говорить, постепенно. Они сильно разнятся по уровню профессионализма. Конечно. Конечно. И происходит сегментация по темам. Конечно. Очень четко. Да. Атомизирование такое. Да, да, да. Вот. Но тут надо понять, о чем, собственно говоря, общаться. Просто вопрос в том, что если бы ваше шоу, например, появилось сейчас, то это было бы не радио. Это было бы точно... Ну, если... Я начну с Геной. Да, да, да. Ну, то есть, это потому что абсолютно то же самое. То есть, люди общаются между собой, какие-то темы и так далее. Единственное, что, брат, единственное, что все-таки радио, поскольку есть формат, ну, я уж не говорю про лицензию, про начальство, про все остальное, да, оно дает четкое понимание хронометража. И вот эту вот живую энергетическую историю, что ты находишься в тисках. Ну, да. Ну, вот ты подберешься в обстоятельствах. Сейчас у тебя реклама, сейчас у тебя троя. Ну, тебе надо вот, как бы, ты сжимаешься, да, ты собираешься. А когда ты, я так понимаю, ну, вот хочешь, мы сегодня в 13.30 собрались, да, а хочешь, давай в 10 вечера, а давай посидим час, а давай полтора, а можно два. Вот эта вот некоторая расслабленность, да, которая без формата, она, мне кажется, все-таки расхолаживает. Тут есть нюанс. Вот то, что ты говорил, что должен быть всегда главный человек в эфире, который будет контролировать, когда мы обсуждали все. Тут то же самое. То есть должен быть человек, который будет это все контролировать. То есть ты можешь собраться в 7 вечера или в 10 утра, но ты сам себе ставишь рамки. Ну, то есть тут вопрос уже в том, что ты не сможешь это делегировать на свое начальство, которое тебе скажет, вы работаете вот столько-столько, столько получаете. То есть ты сам себе хозяин, и ты сам формируешь все условия, в которых ты хочешь работать. Это тоже не так просто, но ты можешь это сделать. Если бы я доподлинно увидел, например, что подкасты превращают автора в человека, который может при помощи этих подкастов, ну, условно говоря, иметь в том числе и финансовую подстраховку, такую весомую, ну, которая, например, сопоставима с какими-то заработками другими, то, конечно, эта история очень привлекательная. Тебе очень повезло. Гена мне. Тебе очень повезло. Ты приехал в то место, где вся эта совместимость совмещается. Послушай, Гена мне всегда надо мной смеялся. Я когда на радио пришел впервые на Модерн, вот я был настолько таким вот фанатом, мне настолько нравился сам процесс, что я согласился даже без денег работать полгода. Ну, под предлогом мне сказали, ну, тогда будешь сам себе искать рекламу, но все-таки, вы согласитесь, профессия человек, который говорит, и который ищет рекламу для себя же, ну, не для себя же, в принципе, это разные специальности, это разные настроения очень сильно. Ну, у меня не получилось вот так вот это делать, поэтому я полгода подрабатывал, оставался в газете и делал на радио бесплатно, вот полгода. А Гена потом всю жизнь надо мной смеялся и говорил, ха-ха, Стилавин бесплатно работал. А у него была позиция такая, любой труд должен быть оплачен. Неважно размер, но бесплатно работать Гена считал это за подлом. Ну, да. Вот. Поэтому я считаю, если бы у нас в стране или даже, может быть, ну, в мире нет то, что мы же видим на примере Ютьюба, сколько стоит реклама там и сколько у нас, да, совершенно несопоставимые, даже с учетом конвертации доллара вещи. Если бы была вот систематизация этих площадок, да, когда бы удобно это было бы все честно продавать, да, честно продавать рекламу, да, в свою программу. Вот именно со словом реклама. Ну, да. А не просто там, Сергей, а скажи, что вот тебе нравится Мерседес. Да хер вам. Или что у тебя куртка из Юниклода. Да, 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 скажи нам. Я потому, кстати, и не говорил, что мне, в принципе, Юниклода не заплатила. Если бы, может быть, они мне подарили ее, я бы сказал бы, конечно, что это она. А так, с какого кондачка, да, я сам пошел купил. Вот. То есть, если индустрия выстроится как такая уже удобная, да, ну, все мы перешли, например, на бесконтактные карты, на переводы там с помощью телефона, да, хотя раньше это представить себе невозможно было. Ну, там маме, например, пульнуть перевод, да, или кому-то, или там детям. А сейчас все это удобно. То есть, должна быть и удобная цифровая инфраструктура для всего, для этого. Ну, на данном этапе тебе нужно быть многозадачным, да. А для этого надо, чтобы подкасты, во-первых, конечно, сами выросли в качестве, да. Во-вторых, образовались бы такие лидеры весомые, да. И вот, опять же, здесь, мне кажется, очень сильно мешает. Мне кажется, ты все проспал. Очень сильно мешает, я проспал, я не слежу, серьезно, но мне так кажется, что очень сильно мешает как раз вот эта ситуация с отсутствием грани между автором и слушателем. Вот это понебратство делает людей, которые занимаются подкастами, просто one of the million, да, условно говоря, там, один из многих. Ну, то есть, это не звезды, это просто как бы чуваки какие-то или девки, которые, ну, и я тоже могу пойду, он куплю за 13 тысяч микрофон, там, какой-нибудь еще балалайку примотаю, и буду делать подкасты. Ну, в этом есть своя прелесть, потому что увеличится воронка, но на выходе все равно, как сказать, лавры получают те... Когда ожидаем цивилизации в мире подкастов? В каком смысле? Ну, цивилизации, когда это... Все, мы тебе расскажем сейчас. Когда это уже станет индустрией? О, это хороший вопрос. Но сейчас подкасты, они... Во-первых, я начну с другого края. Издание «Медуза» сделал очень много для того, чтобы на подкасты обратили внимание. Потому что, ну, это такой общественно-политический, значит, журнал, и вот это вот все такое. У них очень много подкастов. Они стали везде рассказывать про подкасты. И благодаря им вообще люди, которые ранее не интересовались глубинным интернетом, грубо говоря, и его там каким-то необычным... Тип-интернет. Тип-интернет, да. Они вдруг открыли для себя такую вещь, как подкасты. Соответственно, и рынок тоже, бизнес, чуваки, начали смотреть в эту сторону. Мы делаем подкасты уже около 10 лет. Когда ты заметил, что кривая пошла вверх относительно резко? 15-16 год. С точки зрения прослушивания, с точки зрения людей, которые хотят покупать рекламу. Сейчас это дошло до какого-то абсурдного уровня. Мне каждый день приходит письмо от разных людей на тему того, как у вас купить рекламу. Каждый день. Я каждый день отвечаю на письма, которые связаны с рекламой. Возвращаются не 100%, безусловно. Но я сейчас не приукрашиваю. Каждый день мне какая-то... Какая-то личность. Какая-то личность пишет, да. Что же, как же нам в ваш подкаст попасть? Пришлите, пожалуйста, ваши данные по аудитории. Это круто. Мне кажется, что самое прикольное, что может быть в жизни творческого человека, в сроком смысле слова. Это когда твое участие в каком-то проекте, не отягощенное посредниками, огромным техническим штатом, какими-то начальниками, еще и цензорами какими-то. Когда это непосредственно идет к людям и дает тебе возможность достойно жить. Я хочу сказать, что я, например, не понимаю кайфа в богатстве. Но, условно говоря, когда, например, говорят, вот, мол, умер там Кирк Дуглас, у него осталось 45 миллионов или миллиардов долларов. А я смотрю, вот, чувак, у тебя было столько денег, а ты их не успел потратить. А ты все равно умер. Да, это дурость. Но я считаю, что достойная жизнь, которая позволяет тебе свободно творить, получать за это, соответственно, достойные деньги, которые позволяют тебе решать какие-то проблемы, да, и не думать о них. Это кайф. Это кайф. Вот это я уважаю. И это честные деньги. Это честные деньги. Потому что ты, значит, ты нужен людям, которые, соответственно, позволяют тебе вот достойно существовать. Это круто. Золотые слова. Надумаешь сделать подкаст. Приходи, будем пить кофе или чай. А вы алкоголики или кто? Ну, мы всякие. Нет, я просто не понял пока. Мы всякие. Я завязавший. Шприцов на полу вроде не видел. А, нет, 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 это мы не делаем, это мы не делаем. По закладкам тоже не ездим. Не вы больше. И сами не закладываем больше. А что за райончик-то вот этот тревожный? Не, 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 нет. Нормально? Вообще. Ну, он тут живет, он всегда говорит о нем хорошо. Да, я такой москвич. Про Перова куча легенд. Но я здесь реально живу все это время и ко мне никто не подошел даже. Ну, так кто? А вот в России. Я не всегда выглядел так. Понимаешь, я не всегда выглядел так. Я носил длинные волосы, был худощавым хипаном. И ко мне все равно никто не подошел ни разу на родном районе. Ну, вот шаг вправо и ты оказываешься в Новогиреево. А-а. Вот, понимаешь. У нас тут такой Техас. Вот. Тут порядки как бы. А там Мексика. Там просто. Там стену надо. Я и говорю. Да, да, да. Парни, ну, спасибо вам большое. Да. Я в итоге посмотрел на все ваше хозяйство. По-прежнему отрицаю видео в подобных, так сказать, занятиях. Это какая-то шляпа. Но если вы говорите, что это востребовано кем-то, да, главное нам не пойти на поводу у первертов. Да, нет, ни в коем случае. Ураков-первертов. Ураков-первертов, которых забомбили этими гребанными этими кем? Ненавистными прокладками. Во-во-во, и тампонами. Ужас. Это разные вещи? Я так и не понял. Вообще да. Как ты дожил до 46? Без них как-то. Так. Сон-Ы горе. Да. Так. 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 Субтитры создавал DimaTorzok